Пенсионерка Светлана Борисовна уже третий год живет в полумраке. Балкон квартиры пострадал во время обстрелов. Окна забиты досками и тряпками. В 2014 году писали 15 заявлений, раз балкон дочка носила. Когда у нас... Машка. Никакой помощи. Никому нас тут не помогали. Тут все люди своими силами стеклили, кто мог. Отремонтировать свой балкон самостоятельно луганчанке не по карману. Денег нет даже на самое необходимое. Пенсии в 2500 рублей, это около 1000 гривен, хватает только на дешевую еду. Внука не за что даже в школу собрать. Школьной принадлежности не хватает. Детенам уже даже контурная карта купить. И атмосфер для шестого класса. Группировка ЛНР еще в конце прошлого года обещала восстановить тысячи домов. Деньги на это якобы выделила Россия. Но потом они куда-то испарились. В растрате обвинили так называемого министра ЖКХ Алексея Русакова. Его арестовали в феврале. Но уже в сентябре Русакова сепаратисты снова объявили в розыск. Оказалось, чиновнику просто позволили сбежать из-под домашнего ареста. Дуганчанин Камо живет на северной окраине города. Снаряд попал прямо в крышу его дома. Камо не стал бегать по инстанциям группировки ЛНР. Решил, во время войны каждый сам за себя. Местное ноу-хау. Луганчанин латает крышу старыми деревянными поддонами. Ими он обшивает чердак. Этой поддонами лучше другу отдал. Мне другу отдал, что помог, короче. Буду стараться обшивать, если получится. Луганчане, чьи дома пострадали от обстрелов, уже в третий раз подряд готовятся зимовать на развалинах. Утепляются кто как может. Ведь времени до наступления первых морозов почти не осталось. Андрей Дегтяренко, Николай Самарцев. Для Донбасс Реалии. Радио Свобода.